Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить с вами невероятно потрясающе вкусный, очень влажный торт пьяная вишня. Сочетание невероятно ароматного шоколадного коржа, пряной вишни и сливочного крема точно не оставит вас равнодушными. Еще один большой плюс, что этот торт не нужно выравнивать, но об этом я расскажу уже в видео. Как всегда, напоминаю вам заглядывать в описании под видео, там вы найдете много интересных ссылочек, ссылочку на мой инстаграм, всех вас там жду. Также там будет подробный список ингредиентов, которые мы сегодня будем использовать. Ну а мы с вами идем готовить и начинаем мы с коржа. Итак, готовим бисквит. Для этого 5 яиц комнатной температуры начинаю взбивать солью. Я начинаю взбивать на средней скорости. Постепенно всыпаю сахар, увеличиваю скорость до максимума. Взбиваю так около 10-15 минут. Яйца должны хорошо увеличиться в объеме. Далее просеиваем все сухие ингредиенты, мука и какао. И аккуратно лопаткой движениями сверху вниз перемешиваем. Дома у меня не оказалось фольги, чтобы обтянуть кольцо, поэтому придумала несложную конструкцию в виде формы большего диаметра и пергаментной бумаги. Теперь переливаю в форму теста. У меня форма 20 сантиметров в диаметре. Для того, чтобы не было сильного бугорка сверху, передвигаю немного теста от середины края. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Проверяем готовность бисквита шпажкой. Даем остыть бисквиту в форме и затем аккуратно извлекаем его. Я делаю это с помощью ножа. Бисквит ставим в холодильник на 4 часа. Благодаря этому влага в бисквите распределится и будет гораздо удобнее нарезать его. Он будет меньше крошиться. А пока наш бисквит отдыхает, расскажу про сервис, который поможет нам с вами сэкономить денежки. Уверена, что многие про него слышали, так как BigLeon самый крупный купонный сервис в России с аудиторией 16 миллионов в год. Преимущества этого сервиса очевидны. Скидки, которые достигают 90 процентов. Акции проходят более чем в 60 городах России. Можно выбрать любую категорию. Это красота и здоровье, кафе и рестораны, отдых и многое другое. Можно взять купон на скидку с доплатой на месте или купон на полную услугу без доплаты. На сайте более 10 тысяч акций по всей России. А для моих подписчиков вот по этому промокоду будет действовать дополнительная скидка. Также BigLeon запустили конкурс миллион от BigLeon. Для того чтобы в нем участвовать вам нужно сделать два нехитрых действия. Зарегистрироваться на сайте и совершить покупку от 1000 рублей. И вы участвуете в розыгрыше одного миллиона. Подробности на сайте BigLeon. Меньше тратишь, больше получаешь. За BigLeon выгодно. Приготовим пьяную вишню. Вообще в оригинальном рецепте вишня вымачивается в алкоголе. Но мой торт будут есть дети, поэтому я проварю вишню в нем. Алкоголь испарится, а аромат останется. В сотейнике соединяем вишню, алкоголь, сахар, специи, корицу, мускатный орех. Варим после закипания 5 минут. Откидываем на дуршлаг и даем стечь соку. Сок не выливаем, будем им пропитывать бисквит. Готовим крем. Соединяем сгущенное молоко и сливки и взбиваем до пышности и мягких пиков. Бисквит условно делим на части. Отрезаем верхнюю часть, как показано на видео. Это будет верхушка торта. Бисквит очень пышный и ароматный получился. Теперь аккуратно вынимаем сердцевину бисквита, так чтобы бока и низ остались в целости. Для этого по кругу делаю разрез и руками вынимаю бисквит. Бисквитные крошки мы потом смешаем с кремом. Основу возвращаем в кольцо и пропитываем соком от вишни. Я люблю, когда тортики сочные, поэтому сока не жалею. Но все же не стоит перебарщивать, ведь это основа торта. Соединяем крошки бисквитные, крем и вишню. Перемешиваем. Очень вкусная масса получается. Теперь перекладываем ее обратно в основу, накрываем крышкой от бисквита, накрываем пленкой и убираем торт на 4 часа в холодильник. Далее делаем глазурь гурме. Для этого соединяем сливки, шоколад, у меня молочный, растительное масло и ставим в микроволновку, греем 30 секунд. Слегка перемешиваем и ставим еще на 30 секунд. Затем пробиваем глазурь блендером для более однородной массы и насыпаем рубленые орешки. У меня фундук. Поливаем глазурью торт и украшаем. Я просто взбила жирные холодные сливки, жирность не менее 33 процентов и сахарную пудру до стойких пиков. Положила эту массу в пакет с насадкой и делаю вот такие завитушки. Давайте разрежем и посмотрим, что же там получилось внутри. Очень вкусный, очень сочный тортик. Вот такой великолепный, очень вкусный тортик получился. Я не буду его нахваливать, потому что этот рецепт лучше один раз попробовать, чем сто раз про него рассказывать. Уверена, что он займет одно из первых мест в топе ваших любимых тортиков. Встречаемся с вами в комментариях и в следующих видео. На этом мне сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока!